Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Первая в Дагестане велодорожка появится в Дербенте. Ход работы сейчас и как это будет выглядеть, расскажем через несколько минут. Дагестан. Мировые звезды, исполнители нашидов, приехали познакомиться с культурой Дагестана. Духовный центр стал местом встречи. Чистый горный воздух и здоровое питание. Боец ММА Рустам Хабилов приехал на сборы в Хунзахский район. О секретах подготовки и о победах наших спортсменов на Олимпиаде смотрите в нашем спортивном блоке. За прошлую неделю на дорогах Республики в автоавариях погибло 10 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, 41 человек получили травмы различной степени тяжести. Всего произошло 29 аварий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Одна из крупных аварий произошла в Хасавертовском районе. В ней погибли два человека, в том числе трехмесячный ребенок. Трое госпитализированы с травмами. Руководство ГИБДД Республики в очередной раз призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Первая в Дагестане велодорожка появится в Дербенте. Рабочие уже наносят специальную разметку. В итоге отдельная трасса для любителей двухколесного транспорта будет идти вдоль морского побережья по улице Хандадаша-Тагиева. Накануне ход работы проинспектировал глава древнейшего города Рустамбек Пермагомедов. Обо всем об этом расскажет моя коллега. Вдоль берега с ветерком работы почти завершаются и совсем скоро здесь будут ждать любителей забивать мышцы ног. Теперь велосипедисты станут полноценными участниками дорожного движения. Оценить проделанную работу приехал и глава Дербента. Тут самое главное, чтобы жители нашего города, это в первую очередь автомобилисты, они с пониманием подошли. Может быть первое время неудобно будет им воспринимать эту необычную разметку, но в дальнейшем они привыкнут. И я думаю, что наоборот это как положительный опыт. В последнее время рост числа велосипедистов на улицах города – очевидная тенденция. Во всем мире активно строятся отдельные маршруты для любителей двухколесного транспорта. Дербент не стал исключением. Это пилотный проект. Мы начинаем его, именно реализацию этого пилотного проекта с Ханда-Даши Тагиевой. И дальше тоже она, у нас вторая часть Ханда-Даши Тагиевой же, там тоже нужно продолжение вот этой же разметки, там тоже предусмотреть обязательно. Общий протяженность будет 3,350. Планируется здесь и установка ограничивающих устройств. Дорожники создадут островки безопасности и отделят велодорожки от потока автомобилей. На пересечениях дорог велополоса обозначаются красным цветом, в остальных местах отделена разделительными линиями. На велодорожках предусмотрены искусственные неровности. Для того, чтобы где находятся автобусные остановки, велосипедисты притормаживали, тем самым давая приоритет пешеходам. Чтобы население знало, что на этой улице будет установлено ограничение скоростного режима в 40 километров. Этого режима достаточно, чтобы без препятствий машины могли проезжать от одного конца улицы до другого. Работы на этой улице планируют завяжить до конца месяца. Руководство Дербента отмечает, такая практика не последняя. Также рассматривается вопрос нанесения велоразметки на других улицах города. Кроме того, специалисты будут внимательно наблюдать за ситуацией на дороге. И если понадобится, внесут изменения в проект для его оптимизации. В Махачкале завершается строительство сквера и обустройство тротуаров по улице имени генерала Амарова. Жители Махачкалы много лет обращались с просьбой вернуть территорию сквера, которая была незаконно выведена из состава городских земель. В результате судебных разбирательств земельный участок удалось вернуть в собственность города. Теперь здесь появятся две детские площадки с травмобезопасным покрытием, скамейки, урны и объекты уличного освещения. Еще один предмет для регулярных обращений – это отсутствие тротуара на одной из сторон улиц. В мэрии Махачкалы отметили, что проблему будут решать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь на протяжении более одного километра обустраивают тротуар и зеленые зоны. Также на улице будет установлено пешеходное ограждение. Мировые звезды посетили духовный центр имени пророка Исы и мир ему. Известные исполнители нашидов Мухаммад Тарик и Мухаммад Юсуф ознакомились с кодом строительных работ. Им провели экскурсию по будущей мечети. Внутри сооружения гости из Египта прославили пророка Мухаммада, мир ему и богословение, на арабском языке. Звезды эстрады внесли свою лепту в строительство духовного центра. Помимо финансового вложения, они посадили дерево на аллеи героев-медиков. Дорогие дагестанцы, мы узнали об этой большой стройке и решили прийти, посмотреть и поучаствовать в строительстве и внести свой вклад. Но хотим сказать, пока есть возможность, торопитесь стать участником в строительстве данного центра. В Дагестане введен режим ограничения посещения леса. Как сообщает пресс-службе Даглис Хоза, это связано с установлением высокого класса пожароопасности. Так, со 2 по 7 августа ограничено пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса 9 районов республики. А с 4 по 7 августа запрещен въезд на территорию Махачкалинского лесничества. Сборы на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Боец ММА Рустам Хабилов начал подготовку к 29-му профессиональному поединку. В конце октября дагестанский микс-файтер дебютирует в лиге Беллатор. О том, в каких условиях тренируется спортсмен, узнавали наши корреспонденты. Курбан Рагимов продолжит. Тренажеры здесь заменяют камни вместо профессиональных дорожек горные тропы. Так, вдали от городской суеты Рустам Хабилов приступил к первому этапу подготовки к бою. Здесь почти 2000 метров над уровнем моря. Хунзахское плато – самое благоприятное место для тренировок. Хунзах решил приехать, потому что Эльдар, Эльдар, он наш брат. Решил здесь сделать сбор, собрать молодых спортсменов, ребят с клуба Кейчки-Тагестан. И организовал очень хороший сбор. Поэтому я согласился, у меня было время на подготовку. И я решил первый этап своей подготовки провести именно здесь. Питание хорошее, высота хорошая здесь, воздух хороший. И тренироваться условия есть, клетка есть здесь в зале, хороший зал есть. За 80 дней до боя Хабилов пока только включается в процесс. В Хунзахе он не только тренируется сам, но и делится своими навыками с подрастающим поколением. Махачкалинский филиал клуба Кей-Эйчкей не первый год летом проводит здесь свои сборы. Как подворот. Почти два года без боев. Последний Рустам Хабилов провел в ноябре 2019-го на турнире UFC в Москве. Сейчас бойцу уже 34. За плечами богатый опыт в послужном списке 28 профессиональных боев. Пройдено многое, в том числе и травмы. Несмотря на это, переход в Беллатар дагестанский микс-файтер считает новым этапом своей карьеры. Дебютный поединок пройдет на первом турнире лиги в Москве. Это шоу возглавит бой Федора Емеляненко. Я чувствую в себе силы, что я могу, что у меня очень сильное желание. Я соскучился по этой бесогонке, по этому процессу. Я готовлюсь на 23 октября. Беллатар проводит в ТБ-арене в Москве турнир по информации моего менеджера. И, да, он мне позвонил, сказал, что Федор Емеляненко будет драться в главном бою вечера. И, естественно, я с удовольствием выступлю. Сборы в Хунзахе продлились две недели. В эти дни Хабилов уже возвращается домой. Следующим этапом подготовки спортсмена станут тренировки на берегу моря. Курбан Рагимов, Мухтар Гаджи Дадаев, телеканал ННТ, Хунзах, Хунзахский район. Мусрим Гаджи Магомедов и Альберт Батыргазеев будут боксировать за золотые медали Олимпийских игр. Сегодня дагестанские спортсмены пробились в финал соревнований в Токио. Гаджи Магомедов, выступавший в весе до 91 килограмма, встречался с новозеландцем Дэвидом Ньюкой. Поединок продлился три раунда и завершился победой нашего атлета со счетом 4-1. Раздельным судейским решением успех также праздновал и Альберт Батыргазеев. Он в упорном бою одолел кубинца Лазара Альвареса. Таким образом, оба наших спортсмена гарантировали в копилку сборной страны как минимум серебряные медали. Бои за золото Батыргазеев и Гаджи Магомедов проведут 5 и 6 августа. И на этом все. Всех благ. До свидания.